Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами разговоры о планировании профессиональной карьеры. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как поиск работы. Уже сейчас, а в дальнейшем после окончания школы или университета, вы окажетесь в состоянии поиска работы. Для этого каждому из вас придется предпринять ряд шагов для достижения своей цели. Поиск вакансии, составление резюме, прохождение собеседования – все это является обязательными составляющими процесса поиска работы. У нас с вами сегодня урок-практикум. Как вы думаете, что мы с вами сегодня будем делать? Итак, в первую очередь мы должны с вами определить цели поиска работы. Они могут быть профессиональными, то есть желание стать одним из лучших экспертов в своей области, карьерными – к определенному году стать начальником отдела, финансовыми – со следующего года получать на 20% больше, материальные – к 40 годам иметь собственный дом и машину, статусные – через 5 лет стать известной личностью, о которой все будут говорить. Для того, чтобы понять и выработать четкую формулировку своих целей, необходимо выполнить следующие действия. И сейчас я предлагаю вам открыть тетради или достать двойной листочек, и в первую очередь записать представление о себе в общем виде. Итак, вы должны будете сейчас ответить на несколько вопросов. Первое. Я считаю своими основными умениями. Второе. Мои умения и навыки относятся скорее к работе, с людьми, с предметами, с информацией. Первое. Мне хотелось бы развить следующие свои качества и сильные стороны. Мои интересы лежат в сфере. Первое. Мне хотелось бы развивать свои интересы в области. Первое. Для того, чтобы испытывать чувство счастья и удовлетворения, мне нужно. Первое. Основным мотивом моей деятельности является. Итак, вы можете сейчас поставить на паузу видео и ответить на все эти вопросы. Второе. Вы должны преобразовать свои мысли на бумаги, опять же ответив на несколько вопросов. Первое. Роль, которую я хотел бы играть на работе. Например, директор, координатор, менеджер. Для этого мне нужны такие качества и свойства личности, как Меня привлекают компании. Крупная, мелкая, коммерческая. Направление деятельности компании. Финансы, экология, медицина, обучение, IT, культура и искусство. Предмет деятельности. Чем я хочу заниматься. Создание веб-страничек, преподавание, продажа, консультирование. И третье. Вы должны суммировать подготовленную информацию в форме краткого описания своей цели. То есть, по сути, вы должны сделать вывод из пункта 1 и пункта 2. Для успешного трудоустройства необходим самомаркетинг. То есть, тщательный анализ собственных возможностей и ресурсов. В сравнении с требованиями рынка труда и систематическое повышение рыночной стоимости важной продукции. Самих себя. Процесс этот двусторонний. Сосредоточение внимания на самом себе и сосредоточение внимания на рынке труда. Для того, чтобы проанализировать собственные возможности и ресурсы, обычно предлагается соискателям работы пройти профессиональные опросники. Для профессиональных опросников характерно то, что в них не подразумеваются правильные и неправильные ответы. Практически все они защищены от искажения со стороны тестируемого шкалой достоверности. Вопросы составлены таким образом, что дают возможность контролировать ответы. Поэтому, если по шкале достоверности количество ложных ответов больше установленной нормы, тест считается недействительным. Вы либо что-то скрываете, либо не поняли смысла вопроса. Для того, чтобы результаты были достоверными, необходимо очень внимательно отвечать на предложенные вопросы. Примеры профессиональных опросников. Первое. Методика диагностики личностных черт Айзенка. Цель данной методики – выявление степени выраженности свойств, которые являются существенными компонентами личности. Экстраверсия, интроверсия. Тест Майерс-Брикс. Если говорить обобщенно, с его помощью определяется, как люди воспринимают мир и принимают решения. Многие западные компании требуют прохождения теста Майерс-Брикс при трудоустройстве. Третье. Типология Климова. Этот тест предназначен для выявления предрасположенности человека к определенному типу профессий. Человек-природа. Человек-техника. Человек-человек. Человек-знаковый образ. Человек-художественный образ. А также тест Джона Голланда на определение профессионального типа личности. Цель теста Голланда – определить склонности и подобрать профессии, которые наиболее всего подходят вашему психотипу, соответствуют характеру, устремлениям и духу. Также вы сможете узнать, за какую работу вам лучше никогда не браться. Следующим шагом в самом маркетинге является изучение рынка труда. Информацию о рынке труда следует собирать и анализировать по основным направлениям. Демографическая ситуация. Уровень безработицы. Соотношение спроса и предложения. Уровень зарплат. А также отраслевые индикаторы. На прошлом уроке вы получили задание, где вам нужно было воспользоваться сайтом работы МД и выделить топ-10 специальностей и топ-10 компетенций, которые необходимы человеку для получения должности. Давайте же с вами проверим, что получилось. Обратите внимание, что топ-10 специальностей разбиты на две графы. Так как если мы посмотрим, то в первом столбике все 10 вакансий будут связаны с профессией менеджера. Мы видим, что на первом месте у нас менеджер по продажам. На втором менеджер по работе с клиентами. На третьем менеджер по маркетингу. На четвертом месте аккаунт-менеджер. На пятом бренд-менеджер. На шестом менеджер по закупке. на седьмом менеджер по рекламе, на восьмом менеджер по персоналу, на девятом менеджер по транспорту и на десятом менеджер проектов. Но менеджер это не основная специальность. Давайте мы посмотрим с вами на второй график из топ-10 специальностей. Итак, кроме специальностей менеджера в нашей стране также востребованы программисты, представители, то есть агенты по продажу, операторы, консультанты, бухгалтеры, продавцы, девелоперы, специалисты по кадрам и секретари. К топ-10 компетенциям и качествам относятся позитивное мышление, профессиональная компетентность, мотивированность и целеустремленность, многозадачность, знание языков, румынский, русский, английский обязательно, плюс знание дополнительных языков как преимущество, дисциплинированность, внимательность, ответственность, умение работать в команде, а также грамотное изложение мыслей, как устно, так и письменно. В наши дни существует множество каналов, которые можно использовать для поиска работы. Они имеют свои положительные и отрицательные стороны. Предлагаю заполнить вам сравнительную таблицу разных источников поиска работы. Первая таблица посвящена самостоятельному поиску работы. И к самостоятельному поиску относятся такие источники, как размещение резюме и поиск объявлений о вакансиях в интернете и СМИ, это газеты, журналы, телевидение, радио, поиск по рекламным объявлениям, участие в рекламных мероприятиях, таких как ярмарки вакансий, дни карьеры, дни открытых дверей, презентации, поиск работы по рекомендациям знакомых или родственников. Вторая же таблица посвящена обращению к посредникам при поиске работы. И в данном случае источниками поиска являются кадровое агентство, центры занятости населения, бюро трудоустройства при специализированных центрах, учебных, деловых, карьерных, профессиональных, а также учебные заведения. Первый документ, на основе которого работодатель получает первое впечатление о кандидате и принимает решение о приглашении на собеседование, это резюме или CV, часть биографии, касающейся сферы образования и опыта работы. Резюме – это способ конструирования представления для себя и для работодателей вашего идеализированного «я». Необходимо делать поправку на то, что читать этот документ будет человек, который ничего о вас не знает, поэтому надо тщательно прописывать даже те вещи, которые кажутся вам очевидными. Резюме, чтобы быть успешным, должно отвечать потребностям работодателей. Работодатель хочет получить следующую информацию о кандидате. Почему вы являетесь идеальным кандидатом на этом месте? Почему данная компания должна быть заинтересована в приеме на работу именно вас? Какие у вас преимущества перед другими кандидатами? Что вы можете предложить работодателю? Чего вы уже достигли? Сможете ли справиться с новой должностью? Рекрутеры ежедневно просматривают десятки различных резюме, поэтому при первичном осмотре для них главное значение имеет его структурированность, четкость, разделение на блоки. Существуют основные требования к написанию резюме. Это краткость, конкретность, активность, избирательность и честность. Не включайте в резюме ложную информацию, но правильно расставляйте акценты. Давайте сейчас с вами рассмотрим алгоритм составления резюме. Первое. Вы должны написать все, чем занимались на предыдущих местах работы. Вплоть до «читал почту, отвечал на звонки». Далее. Вы должны сгруппировать полученные данные по блокам и сравнить профиль полученного резюме и профиль вакансии. Третье. Убрать все лишнее. Избыток информации так же плох, как и ее недостаток. И последнее. Вы должны перечитать и похвалить себя. Основные правила оформления резюме. Итак, объем резюме должен составлять не более двух страниц. Формат А4. Шрифт Times New Roman. 12 пунктов. Выделение лучше делать жирным, а не курсивом или подчеркиванием. Лучше оставить широкие поля для пометок. Текст резюме должен быть без грамматических ошибок, лаконичный и понятный, не перегруженный терминами и профессиональным жаргоном. Также следует избегать сокращений в названии учебного заведения или компании. Фотография должна соответствовать цели. Не все фото могут быть размещены в резюме. А иногда встречаются резюме с двумя-тремя прекрасными фото, сопровождаемые весьма лаконичным текстом. Итак, какая же информация должна быть в резюме? Первое. Цели поиска и пожелания к новой работе. Ожидаемый уровень дохода. Персональные данные. Основное образование. Дополнительное обучение. Повышение квалификации. Переквалификация. А также сведения о трудовой деятельности. Кроме этого, вы можете дополнить свое резюме дополнительной информацией, к которой будут относиться ваши личные качества, специальные навыки, дополнительное образование, награды и достижения. Давайте мы с вами рассмотрим на этой таблице, как стоит и как не стоит записывать дополнительную информацию. Как не надо, если мы говорим о личных качествах. Мы не должны писать само качество, стрессоустойчивость, а должны описать, как мы работаем, успешно разрешая конфликтные ситуации с клиентами. Как не надо. Вы можете написать, что вы ответственны, но лучше, что соблюдаете график и внимательно к требованиям клиента. Если речь идет о навыках, вы не должны записать, что вы просто знаете английский язык, а должны написать, на каком уровне владеете им и какой сертификат и какую стажировку вы проходили или получили. Говоря о дополнительном образовании, вы не должны описывать все курсы, которые вы прошли за всю свою жизнь, а лишь должны записать по направлениям, связанным с желаемым вакансией. Награды и достижения. Вы не должны в своем резюме записывать все награды, которые не относятся к будущей работе, а должны записать те, которые могут зарекомендовать вас, как незаменимого сотрудника. Участие в отраслевых выставках, дипломы, профессиональные конкурсы. Все люди, занятые истинно важным делом, всегда простые, потому что не имеют времени придумывать лишнего. Будьте честны по отношению к себе, учитесь и развивайте свой кругозор, и тогда вы достигнете успеха и при написании резюме, и при прохождении собеседования. Редактор субтитров А.Семкин